Священник Леонид Цапок, благочинный Анадырской епархии, ключарь Свято-Троицкого кафедрального собора города Анадырь, Чукотка. Восемь лет прослужил настоятелем храма Архангела Михаила, села Лаврентия, с самого восточного районного центра России. Выпускник Московской Духовной Академии. А дец Леонид, уже минуло 10 лет, как вы несете пастырское служение на Чукотской земле? Вот если в двух словах, что бы вы хотели сказать нашему нынешнему семинаристу, то что бы вы прежде всего рассказали о специфике служения как пастыря в таких дальних регионах нашего государства? Ну, во-первых, я действительно оказался совершенно не готов к тому, что я увижу, учитывая, что я сам родом с Чукотки, я туда и поступил, в семинарию, в академию, туда же и вернулся. Вроде казалось бы, для меня это было не вновь, но на самом деле я прожил, как бы закончил школу в городе, Анадыре, в столице Чукотки, и никогда не выезжал в районы. Конечно, город и районы Чукотки — это большая разница, потому что компактное, так сказать, проживание местного населения, она сосредоточена Чукчей, эскимосов на востоке Чукотки. В городе все-таки в основном русское население, поэтому это как бы два разных мира, так скажем. То есть, надо сразу говорить о двух разных аудиториях, двух разных контингентах. Да. Может быть, с русскими более-менее понятно? Ну, тоже не совсем, потому что есть, так сказать, русские там тоже очень специфические. Во-первых, это все люди приезжие, во-вторых, это все люди с такой психологией временщиков, вот, потому что там никто не собирается жить, вообще на Чукотке очень мало людей, которые бы жили там во втором-третьем поколении, вот русские, допустим, да, понятно, что они приезжие, но они приезжие еще все, так скажем, недавно. И в основном это поколение, так скажем, покорителей Севера, которое приезжало туда в советские годы за длинным рублем, зарабатывать деньги, там была достаточно богатая жизнь по сравнению с средней полосой России в советские времена, вот. Это люди, которые приезжали туда без родителей, приезжали туда молодыми, как правило, хорошими специалистами, вот, которые отрывались от своих корней, пепелища, от бабушек, от дедушек, от всего того, что связывает человека с местом. И считали себя, так сказать, вот покорителями Севера, действительно, вот, гордыня не гордыня, но некое такое чувство, вот, оно возникало в человеке, чувство того, что ты, как бы, вот своими руками можешь всего достичь. Вот поэтому в 90-е годы, когда произошло разрушение, так сказать, Союза, по Северу ударило это очень сильно, люди в раз обнищали, все разрушилось, Север оказался никому не нужен. А вот интересно, после крушения коммунистического строя, произошла какая-то рецепция со стороны вот тех людей, которые остались, то есть, что для них, каков результат был появившийся свобод, это как-то спровоцировало интерес к религиозной жизни. Ну, интерес, конечно, был, вот, поэтому на Чукотке стали возникать в начале 90-х годов общины, причем специфика Чукотки была такова, что эти общины все возникали старанием мирян, духовенства там всегда было очень мало, поэтому практика служения мирским чинам, она была очень, так сказать, распространена Чукотки, вот, и люди собирались сами, вот, причем подчас не понимая, ничего не зная православия, не имея возможности посмотреть в условиях местной изоляции, то есть ты не пойдешь в соседний храм и не посмотришь, как там все это делается, то есть все это делалось по журнале науки и религии и по каким-то собственным измышлениям, и потому что некий заезжий батюшка там им объяснял, как надо делать, вот, причем батюшки бывало приезжали разные, объясняли по-разному, вот, поэтому там очень, очень возник интересный такой коктейль, так скажем, в голове у людей, как бы, чукотские приходы, это пережили вот такое вот, как бы, становление, причем люди постоянно менялись, это еще одна из специфики чукотской жизни, потому что пошел массовый отъезд населения, вот, и вот в среднем даже сейчас приходится служить в таких реалиях, что каждые примерно пять лет приход обновляется наполовину, не меньше, на пятьдесят процентов, то есть прихожане уже, которые воцерковленные, в которые ты вложил много сил и души, которые ходят в храм и которые вот уже, как бы, воцерковились до такой степени, что они готовы уже как-то плодотворно трудиться и активно помогать тебе на приходе, они уезжают и приходят люди новые, и все начинается с нуля, поэтому очень трудно организовать клирос, потому что народ постоянно найти кучку, очень трудно кого-то выучить, подчас даже в лавку человек очень трудно найти, это целая проблема, вот, потому что еще одна такая специфическая черта, как бы, чукотских приходов, это то, что на Чукотке почти нет русских пенсионеров, как вообще, как класса, как прослойки, то есть человек, который перестает на Чукотке работать, он уезжает на материк, как мы говорим, может, люди там живут для того, чтобы зарабатывать деньги, вот, просто жить там, как бы, так сказать, в старости, ну, как бы, нет никаких ни желаний, ни условий, вот, и поэтому люди не хотят вкладывать сердце и душу в храм, они не готовы, вот, характерное явление, что многие жертвуют на храм и на материке, допустим, да, строить себе дом где-нибудь в Белгородской области, вот, ездят туда в отпуска, жертвуют на храм там, хотя 20-30 лет живут на Чукотке, вот, это тоже, конечно, очень сильно, ну, так скажем, даже угнетает порой, вот, священника, который начинает служить. Вы сказали, что по окончании семинария вы не вполне были подготовлены к тому, что встретили. Да, да, так и есть. А вот конкретнее, можно сказать, чему вас не научили в семинаре, что вам остро потребовалось уже во время вашего служения там? Ну, попробую объяснить. Я достаточно, так считаю, был хорошо подготовлен для служения вот именно в городе, да, в городских условиях, потому что в конце концов, ведь по-настоящему, как бы в плане пастырской практики священнической, да, ты ведь учишься тому, но что ты увидел у других, вот, ты принимаешь опыт священников там, вот, богослужения академического храма, каких-то духовных отношений лавских духовников к людям, в которым ходишь ты, да, вот, но к лавским духовникам не ходят чукчи, понимаете, к ним ходят семинаристы и там простые русские люди, как эти правила, и поэтому они как бы дают советы, рассчитанные на них, и ты их воспринимаешь в себя и, соответственно, потом копируешь, как-то, так сказать, осмысляя, вот, но когда к тебе приходит человек совсем другой культуры, совсем другими проблемами, с которыми ты сам никогда в жизни не сталкивался, ты понимаешь, что ты не знаешь, что ему ответить, допустим, при очень-очень сложных там каких-то проблемах, там, кровосмешения, допустим, да, в чекусских селах, вот, где это очень распространенная практика, вот, ну, как бы ты просто не знаешь, что сказать человеку, потому что чувствуешь, что сказать формально, да, нельзя там разводитесь, когда они живут очень замкнутым селом, они все друг другу родственники, вот, близкие, вот, ну, как бы, так сказать, они вообще давно так живут, это не вчера, так сказать, и не позавчера в чукче придумано, вот, это, так сказать, у них-то вполне связано с их условиями к жизни, вполне естественное дело, ну, как бы, ты к этому не готов, Допустим, вопрос русского языка и славянского богослужения. Когда ты служишь в городских условиях, ты можешь по этому поводу дискутировать, соглашаться, не соглашаться. Но ты приезжаешь в какое-то национальное село, очень маленькое, на тебя приходят посмотреть из интереса местное население Чукчи. И им хочется что-то услышать о православии, посмотреть на православное богослужение. И они ничего не понимают. Если служат на славянском. То есть ты начинаешь служить молебны, пытаться читать какие-то акафисты, делать то, что ты привык делать всегда. И они смотрят на тебя, как на человека, как на человека, как будто ты инопланетянин, и на каком-то инопланетном языке с ними разговариваешь. И контакты не происходят с братьями по разуму. Они разворачиваются и уходят, и ты сидишь и чувствуешь, что ты глубоко неправ. И через какое-то время этот вопрос для тебя просто перестает существовать. Ты понимаешь, что это не сумеешь с ними помолиться так, как им будет понятно. Значит, ты просто ничего не сделаешь. Ты тут зря приехал, ничего там вообще показывается, людей смущать. Поэтому там такие вопросы отпадают сами собой. Вы понимаете, здесь в семинаре это мы тоже не учат, так скажем. Здесь ты теоретически знаешь, что в древности служили так, что в иностранных государствах служат на местных языках. Но здесь ты воспитываешься совершенно четкой практикой. Вот есть молебны, есть акафисты, есть литургия. Вот ты должен вот ее служить так, как она здесь служится. Приезжаешь все там, понимаешь, что нельзя там так. А другого не умеешь. Другому не научили. Какого-то дерзновения начинать какую-то самому литургическую реформу где-то в чайковских деревнях, это дело очень опасное и чреватое во всех отношениях. Есть мощнейший, наверное, психологический барьер. Мощнейший психологический барьер. Но не приступив к этому, ты в конце концов так не сделаешь. Я не буду скрывать, что определенные литургические опыты приходилось там предпринимать, брать на себя такую ответственность, где-то советы с местным архиереем. У нас все вот так очень замкнуто в рамках традиции. И, конечно, с одной стороны, вот в семинаре это мы действительно не научат. Я даже не знаю, возможно ли этого научить. Наверное, действительно, так сказать, и нельзя. Но в этом плане ты, оказываешься, не готов, приехав туда. Вот. Нужна какая-то и, с одной стороны, осторожность, а с другой стороны, конечно, нужна широта взглядов и понимание как бы еще сути происходящего. То есть, если ты не объяснишь Чукчим суть христианской жизни, а принесешь им только форму, вот, ты там никого не зацепишь. Никого. Если нет, а вот интересно, чем отличается жизнь прихода, состоящего из коренного населения, от тех общин, которые смешаны, где есть и русские, и Чукчи? Есть какая-то существенная разница? В национальном селе, когда ты организовываешь богослужение, очень сложно его сделать общим для русских и для Чукчи. Очень сложно. Потому что все-таки русские, какой-нибудь украинцы, которые приехали туда, зарабатывают деньги, им нужна нормальная литургия, там, на славянском языке, вполне понятные вещи, которые они привыкли слышать на исповеди. Вот, там, и, вот, там сколько-то раз времени причащаться, и все, как бы, как бы они довольны. Вот. А Чукчи, придя на такую службу, скорее всего, оттуда уйдут. Вот. Потому что, попадая в храм, они чувствуют себя, ну, совершенно не в своей тарелке. Знаете, грубо говоря, там, не почесаться, не посидеть, не в носу не поковырять. Вот. Ну, как-то так вот, понимаете. Совершенно чужая культура. Там, куда ни ступишь, все не так делаешь. Там, понимаете, как ни повернешься, все не то. Вот. Даже просто человека, вот, там, посадить в храм, чтобы он постоял на службе, чувствуется, что он находится в состоянии дискомфорта. Вот. Поэтому богослужения, которые ты совершаешь в поселках национальных, они, как правило, проходят на домах, на дому, как правило, проходят семейные обстановки. То есть, какие-то знакомые люди, которые друг друга знают, собираются у какой-нибудь знакомой, там, чукчанки. Вот. На столу, на столе ты, так сказать, делаешь престол там. Вот. Это очень, наверное, напоминает католическую мессу. Но, по крайней мере, люди начинают чувствовать. Ты как-то, так сказать, понятно, на русском я не служил, на славянском там. Вот. Никаких часов, естественно, ты не читаешь, потому что, если ты начнешь, там, за 20 минут читать им непонятные славянские псалмы, они просто, так сказать, устанут уже. Поэтому у нас вечернее богослужение заключалось к бытовке причастия. Мы просто читали правила причащения. Оно тоже сокращенное, но так, чтобы это было, как бы, всем понятно. Перед этим пили чай, я долго разъяснял, что происходит. Вот. А потом утром мы служили в литургию. Как правило, петь было некому. Пономарей-то уже не было. То есть, ты ездишь один по этим селам. Они труднодоступны, нет возможности людей возить. Вот. Поэтому, как бы, так сказать, тоже стараясь, чтобы все подпевали хотя бы... Священник должен быть универсалом. Да, да. Способным полностью... Вот. Полностью, полностью один приехать, да, все с собой привести, и все провести один себе богослужение. Вот. Но прихожане, соответственно, то есть, перед этим с ними тоже тренируются, чтобы они хотя бы, Господи помилуй, там, Аллилуйя, прочитали Евангелие апостола на русском языке, остальное, значит, там, на славянском, тайные молитвы вслух. Вот. И вот, чтобы все это занимало не больше сорока минут. Потому что, на самом деле, сорок минут чистого богослужения, но перед этим идут разговоры, ты им что-то объясняешь. Это ведь все тоже часть богослужения, естественно, да. То есть, вот, все вместе. Вот. Потом обязательно чаепитие все непременные. Вот. И опять же разговоры. Вот. Это как бы тоже приходилось что-то, так сказать, в результате каких-то вот экспериментов доходить. Но вот таким образом ты собираешь людей. Вот. Они начинают потихонечку понимать, как бы смысл вообще причастия чувствуют. Что причастие — это все-таки в первую очередь то, что вот их объединяет в церкви, в одну общину. Вот. Потому что понятие общинной жизни, понятие общинной жизни, оно для чукчей чрезвычайно как бы важно. Они всегда жили общинами. Вот. Поэтому литургия как общее дело, богослужение как вот собраться все вместе, а не помолиться индивидуально по домам. Вот. Это как раз то, что вот они очень хорошо понимают и очень чувствуют. Вот. Собраться вместе, попить чаю, поговорить, послужить, помолиться Господу, как бы вот там причаститься, так сказать, для того, чтобы вот как-то все вместе Господа восславить. Вот. Такими понятиями можно объяснить, что к чему. Отец Леонид, вот я смотрю, все-таки до сего дня среди основного коренного населения практикуется шаманизм. Как это влияет на специфику пастерской деятельности? Шаманизм, конечно, сейчас он такой бытовой, так скажем, шаманизм бытовой. Вот. То есть уже профессиональных шаманов, как таковых, я никогда на Чикотке не видел, даже не слышал, чтобы они были, хотя интересовался всячески. Поэтому если появится здесь какой-нибудь там известный чикотский шаман, который там предсказывает будущее и заклинает духов, это, конечно, чистой воды мошенничество. Шаманизм, вы не знаете, он у них закреплен где-то действительно в глубинах сознания. Это какие-то архетипы, знаете, вот такие глубоко родовые, которые из века и из века передаются где-то на каком-то генетическом уровне, на уровне генетической памяти. Каждый сам себе шаман. Каждый сам себе шаман, да. То есть они кормят духов. Это для них, в общем-то, для жителей национальных сел, которые занимаются, как бы, так сказать, своими промыслами. Вот оленеводов, которые, допустим, пасет оленей. Ведь когда вот оленевод, он живет совершенно, как бы, традиционной жизнью. Даже сейчас. Вот. То есть он с утра до вечера бегает по тундре за оленями. Вот. Живет, как правило, в той же яранге традиционной. Одет в меховую одежду. Не видит, так сказать, не общается с цивилизацией. Вот. И вот он целый день, так сказать, вот годами живет в тундре. Вот. Только дикие звери, так сказать, вот небо, морозы и совершенно экстремальные условия для жизни. И вот эти экстремальные условия для жизни, они определяют, в общем-то, религиозное сознание. Вот. Потому что вот это одухотворение, вера в духов, в то, что все живое, что все, так сказать, имеет какие-то свои духов покровители, которые надо задабливать. Это что-то, что помогает им выжить в этих условиях. Это религия необходимая просто для выживания. Потому что, наверное, ну, я не знаю, где еще на свете более экстремальные условия для жизни вообще. Почему вообще человек там поселился и жил в таких условиях? Вот. Не знаю, это невероятно просто. Потому что какие-нибудь папуасы в Новогвинеи, да, они живут гораздо легче. Вот. А там ты просто, так сказать, вовремя не сшил себе муховой одежды, ты просто замерзнешь зимой, и все. Если ты не добыл зверей и не сшил себе одежду, ты просто, так сказать, не выживешь. Вот. Соответственно, если ты там вовремя не убил кита осенью, зимой ты умрешь с городу, если ты, возможно, зверобой, так сказать, чукчи. Потому что охотиться можно только летом. Зимой все замерзает. Там есть эти нерпы, нет этих нерп, как бы, так сказать, ну, как хочется. То есть им надо осенью заготовить китов. А что такое убить кита? Вот древними орудиями, там, допустим, каменными гарпунами костяными, да, и там какими-то поплывками из меха, из меха. Это что-то совершенно невероятное. Тот видел китов в море, вот, его современными методами убить непросто, там, с гарпунами, пушками, вот, а в каких-то лодочках из моржовых шкур люди выходили, убивали этих исполинов, вот, вытаскивали их там на берег, как-то разделывали. Вот, и, ну, в общем, это какая-то, на самом деле, просто вершина выживаемости человека, просто вершина, вот, в которой есть мир. И, естественно, вот эта вера в духов, в море всего, вот, как-то, так сказать, воды, животных, которых они духотворяли, они, так сказать, тоже просили у них прощения, когда убивали, верили, что это животные-кормильцы. Она, как-то, естественно, сопровождала всю жизнь Чукчи. Но эта вера, она, так же, естественно, отмирает, когда человек выпадает из этих условий. Так же, как чукотский язык, он имеет смысл только в условиях жизни в тундре, потому что он вообще и коммуникативный, и по всей своей структуре, так сказать, своему смыслу, он предназначен, так сказать, для жизни в условиях тундры. Когда человек приезжает в город, этим языком нет смысла разговаривать, там просто понятий таких нет для того, чтобы они были необходимы. Поэтому сейчас чукотский язык, он практически утерян, на нем говорят только старики. Молодежь его не знает. Вот, и даже люди среднего возраста на нем тоже не говорят. То есть они используют русский? Да, только русский. Поэтому никакой необходимости, допустим, проповедовать чукчам на чукотском языке, ее нет, потому что просто некому. Ну, я вот просто не договорил про шаманизм, да, что вот те чукчи, которые сейчас живут, для них все-таки это вполне естественно. Отправляясь, допустим, на охоту, там, на моржевые и на китовые, они ведь сейчас охотятся примерно так же, как и тысячу лет назад. Вот, бьют моржей китов теми же гарпунами, единственное, что лодки теперь на моторах. Вот, а так большой разницы нет, на самом деле. Вот, они, так сказать, там, кормят духов, молятся духом моря, как-то призывают там хорошую погоду. Вот, и проповедуя им христианство, очень как бы трудно дать им, так скажем, что-то большее. То есть для этого должен действительно произойти какой-то серьезный душевный переворот в душе человека личной. Вот, для того, чтобы он изменил вот этим своим вековым обычаям, вот, и начал призывать, допустим, Божью помощь перед охотой. Не происходит ли некой глубокой ломки и сознания, и самой жизни коренного населения, когда они действительно обращаются в христианскую веру? Не утрачивают они свою национальную идентичность? Ну, наверное, все-таки утрачивают. То, что я вот видел и наблюдал за эти годы, вот, говорило о том, что, как правило, все-таки все равно процесс вот обращения Чукчи как бы к православию, вот, в том числе как бы лично, он всегда связан, ну, именно с ассимиляцией русской культуры. Так или иначе с утратой своих корней. Когда человек, так сказать, вышел из тундры, а не пришел в город, ну, так образно говоря, да, вот, это самое, как бы, тяжелое состояние. На таких потерянных людей на Чукотке много. Это, может быть, самое, так сказать, главное для нас пасту, вот такая потенциальная. Именно вот такие люди. Вот, продолжая эту мысль, все-таки вы совершенно исключаете возможность сохранения национальной культуры при ее каком-то глубинном переквашивании христианством. Это абсолютно исключено? Или просто мы на сегодняшний день не готовы, у нас нету продуманных, ну, можно сказать, алгоритмов вот этого изменения изнутри культуры с тем, чтобы, с одной стороны, сделать ее не языческой, а христианской, с другой стороны, сохранить эту вот национальную красоту, эту самобыть. В том виде, в котором мы сейчас привыкли проповедовать христианство, в том виде мы, конечно, только сломаем национальную культуру, вот, потому что мы просто будем делать их, так скажем, русскими, вот, приватим русское православие в том виде, в котором мы сами научены ему. Вот, для того, чтобы это органично переплелось, для этого нужно вернуться к каким-то истокам веры, вот, то есть, отойти в какую-то, вот, так сказать, там, глубину, понять самую суть, как бы, вот, христианства и передать эту суть вне русско-культурной оболочки. Насколько это можно сказать, вот, в поселке Энмелен, есть такой поселок в Павелинском районе, там удалось создать национальную общину, которая состоит почти из одних чукчек. Ну, естественно, это поселок, там, он состоит не из Яранг, люди там живут каким-то укладом, то есть, они охотятся на моржей, охотятся там на китов, и они себя ощущают, и по мироощущениям себя ощущают чукчем. Вот, там собралась православная община, вот, ну, так сказать, ее собрать удалось тогда, когда, вот, пришлось, может быть, удариться в некий такой протестантизм. Ну, естественно, если глубоко копать, там можно найти много всякого языческого, но, по крайней мере, безусловно, это такой очень серьезный и осознанный шаг христианства. Вот, но если вы приедете на этот приход и посмотрите на него со стороны, я так скажу, что на наш православный приход это будет очень мало похоже. Вот, может быть, какой-нибудь архиерей бы даже просто все об этом позапрещал бы за такие эксперименты и сказал, вообще, чем тут занимаетесь, что проповедуете. Вот, ну, на самом деле, наверное, вот только так и можно. По крайней мере, ничего другого, так сказать, придумать и сделать не удалось. Вот, везде те места, где ты, так сказать, там, пытаешься делать что-то традиционное и привычное, вот, это просто не нужно. Не востребовано, как бы. Отец Павел, ну, вот посмотрите, здесь фотографии нашей чукотской действительности, которые могут проиллюстрировать немножко наш с вами разговор. Да, Тесленд, я вот посмотрел эти фотографии. Вы знаете, у меня в голове крутится один и тот же вопрос. А чем может быть привлекательно служение на чукотке для нашего нынешнего семинариста? Что там есть такое, ради чего человек готов был бы поехать туда, нести свой подвиг в этих очень непростых условиях? Ну, в первую очередь, в очередь, я думаю, романтикой. Романтики здесь достаточно. Да, действительно, вот, любовью к какой-то свободе, к чему-то новому. Потому что тогда приезжаешь, и кажется, что тут вот, ну, здесь невозможно жить и служить. А потом понимаешь, что можно, можно многое делать, вот, что люди тебя все равно будут любить, если ты любишь их. И вот, они видят хотя бы твою искренность, вот, по отношению к тебе. Потому что ты можешь там не преуспечь чукотское миссионерство, вот, но если ты с любовью относишься к местному населению, они тебе все равно отвечают любовью. Вот, там завязываются какие-то дружеские связи. Вот, это ведь тоже есть проповедь, потому что понимаешь, что там не просто, там, конечно, это программа максимум, уехать и оставить приход, в который там благочестивые чукчи, чукотские бабушки, носят вербочки, там, наверное, на воскресенье. Во-первых, верба там на Троицу расцветает, там распускается не раньше, вот, а во-вторых, конечно, там все по-другому совсем выглядит. Но этот плотно все равно виден, вот. В очень сложных, тяжелых условиях нужно сделать какое-то по-настоящему важное дело, и от этого получить удовлетворение, которое не получит ни один священник на московском приходе, могу вас уверить. Просто внутренне, даже для себя. А может быть, здесь есть возможность еще и испытать свое христианство, свою веру? То есть, когда ты оказываешься перед лицом очень серьезного вызова, что такое твое христианство, если с него снять некую оболочку русского православия? Что там остается? Остается там что-то, или там уже, собственно говоря, ничего, кроме этой оболочки-то и нет? Ну, это там, конечно, момент истины наступает очень быстро для человека, кто-то есть на самом деле. По сути дела, твоя вера, это, в общем-то, главное, что там, так сказать, для себя самого, для себя самого оттуда выносишь. Вот, и в первую очередь, все равно, любое такое пастырское делание, это возделывание своей собственной души. Вот, там эти процессы тоже происходят очень быстро. Почему? Чукотка, она вообще торгает очень быстро людей посторонних. То есть, другими словами, если семинарист хочет стать настоящим пастырем, ему лежит путь на Чукотку. Ну, как бы с Чукотки очень хорошо начать. Это лучше условия. Да, как правильно говорят, что лучше с Чукотки начать, чем с Чукоткой закончить. Вот, поэтому, допустим, там 3-5 годиков служения на Чукотке, она, конечно, просто свернует тебя как человека. Вот, может быть, гораздо лучше, чем это произойдет в любом другом месте. После этого тебе будет уже ничего не страшно. Ты не будешь бояться никакого служения ни в каком другом месте. И, причем, вот этот опыт общения с людьми другой культуры, вот, проникновения, может быть, вот эти проблемы, он будет очень полезен потом, где бы ты ни служил. За границей, там, на приходах, там, с молдаванами, с украинцами, там, с русскими. Вот, то есть ты, как бы, будешь таким очень универсальным, мне кажется, приобретешь некий универсализм, вот, который можно, так сказать, не обретать, там, десятилетиями, когда ты служишь по какой-то накатанной колее, в каком-то привычном, налаженном приходе, вот, здесь, допустим, в средней полосе России. Спасибо, отец Леонид, такой интересный, захватывающий, я бы даже сказал, рассказ. С вашего позволения мы вставим в наше интервью ряд тех видеоматериалов, которые вы нам любезно представили. Хотелось бы пожелать, чтобы при обилии той жатвы, которая имеется, Чукотская земля имела и достаточное количество пастырей, делателей. Ну, мы, со своей стороны, конечно, постараемся вам с этим делом по нашим возможностям помочь. Я думаю, духовная академия, наша духовная академия, которая давней связи с Чукотско-Надорской епархией, должна здесь оказать самое сильное влияние. Приезжайте к нам на Колыму. Спасибо. Спасибо.